Всем привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта макевара.ру. Обязательно посетите этот сайт, там масса полезной информации. А сегодня я продолжу серию подкастов о разминке перед работой на макеваре. Дошли мы до локтевого сустава. Локтевой сустав чрезвычайно важен, да как и все суставы. Неважного ничего не бывает. Мы говорили уже про позвоночник, мы говорили с вами про плечевой сустав. Сегодня поговорим про локтевой. Локтевой сустав задействован, безусловно, во всех ударах руками. Ну никак без этого быть абсолютно не может, да, если мы бьем рукой, задействованы все элементы руки. И локтевой сустав, в частности. Локтевого сустава задача в ударе многообразна. В некоторых видах ударов он формирующий. То есть там происходит жесткое и амплитудное движение в локтевом суставе. То есть разгибание. В некоторых ударах роль его стабилизирующая. То есть рука застабилизирована в согнутом положении. Мы наносим удар, где практически локоть не разгибается. Но какой бы мы удар не наносили, где у нас стабилизирован, да, локоть и не двигается. Либо разгибается. В любом случае практически во всех ударах руками, в ударах особенно кулаками, происходит ротационный момент в локтевом суставе. Странно, вы можете подумать. Да, как же локтевой сустав, у него же основное движение сгибания-разгибания руки. Где ротация? Он участвует, безусловно. Дело в том, что на самом деле в ротации предплечья в основном у нас участвует лучезапясный сустав. Две косточки. Это локтевая и лучевая. Локтевая кость как раз задействована в том, чтобы мы ротировали кулак. Но она крепится не с одной стороны, она не только в лучезапясном суставе крепится, но и со стороны локтевого сустава в том числе. И она не участвует в разгибании как раз. То есть это лучевая кость формирует сам сустав локтевой в той его части, которая ответственна за разгибание. А вот ротационный момент, это в основном у нас локтевая кость с обеих сторон. И вот как раз на разминку этой части, на разминку ротационного момента локтевого сустава не уделяется внимания почти нигде. А я поясню, в чем дело. Дело в том, что в основном только в боевых искусствах и единоборствах такое значение имеет мощное, форсированное, жесткое, мгновенное и с последующей стабилизацией действие на ротацию, мгновенной дальнейшей фиксации в точке киме. Ни у теннисистов, ни у кого-либо еще не присутствует от такой точки киме. Там везде удары дальше проносные, они амплитудные, они не встречают такого жесткого сопротивления. Ударил там теннисный мячик, ракетка понеслась дальше. Жесткого сопротивления как такового нет. Да, и ни в другой какой технике. Здесь же мы бьем, возникает жесткость. Особенно при работе на снарядах, на жестких, особенно таких, как макевара. Локтевой сустав в прямых ударах хорошо стабилизирует локоть, руку. Это очень хорошо, он делает ее неподвижной, создает жесткую конструкцию, жесткую контракцию. Благодаря этому мы можем загонять туда это копье очень жестко. Но чем жестче конструкция, тем она жестче принимает на себя все элементы отдачи. Понимаете? Это очень важный момент. Поэтому разминать его нужно очень серьезно. Но я вас агитировать опять же, как я говорил, советскую власть не буду. Я просто поясню, как это делается и покажу вам несколько видов упражнений, которые позволяют включить в разминку те элементы, которые не включаются при разминках обычных, которые, возможно, вы привыкли видеть. А что мы привыкли видеть? Мы прежде всего видим то, что локтевой сустав надо растереть. Это совершенно правильно. Это создает дополнительный притоксин крови, создает гиперемию в капсулу сустава. И это очень хорошо. Распираем до горячего состояния со всех сторон, причем не только сзади, но и спереди. То есть локтевую ямку тоже надо обязательно прогреть хорошо. Все это мы сделали. Замечательно. Дальше что мы делаем? Дальше обычно мы вот так вращаем локти. Вперед, назад, в стороны и на себя. Все. И на этом, как правило, практически все заканчивается. Кто-то еще делает дополнительную гиперэкстензию локтя. То есть его разгибает. Но это у кого перекачанные бицепсы, там им надо наоборот растянуть, чтобы при контракте у них не была вот такая рука. Начинают бить макевару. Вот такими руками. Сейчас ты вижу. То есть рука не разгибается в удар. Не вкладывается в удар вся рука. Вот. Это можно сделать. Ну и на этом как бы все. А самые важнейшие элементы, ротационные, остаются за кадром. Я сейчас вам объясню, как нужно делать эту разминку, чтобы подключить ротационный момент и прогреть те суставные поверхности, которые ответственны за ротацию. А также те связки и соединдотканные элементы и компоненты, которые формируют те структуры, которые участвуют в этом действии. Ну как сложно загнуть, да? Вот. Опять же, если кто-то не верит, что везде присутствует ротация у нас, вы просто посмотрите, какой бы мы ни взяли этот удар. Бьем ли мы технику прямую. Видите, кулак доворачивается в ударе. Бьем ли мы дальний свинк, опять же кулак доворачивается. Паперкот ли мы бьем, разворачивается кулак. Бьем ли мы кружкой пивной хук, у нас вращение кулака происходит. Тоже вращение кулака происходит. Если мы бьем такой, хук, тоже вращение, только кулака уже наружу происходит, мизинцем вверх. Что бы мы ни делали, те, кто занимается каратэ, тоже не дадут саму кисоврать, что урцки. Возникает двойное движение. Не выставляют просто так урцки. Перед началом движения происходит обратный доворот. Обратный доворот и вкручивается кулак туда. Вкручивается. В техниках открытой руки, в техниках хлестовых и круговых движений, таких как Шуто Учи, Уракин Учи, Тесуи Учи, тоже происходит ротационный момент. Когда мы идем на замах, и кисть идет на ротацию. Уракин, ротация происходит, в Тесуи, ротация происходит. Как бы мы ни били, снаружи вовнутрь, как бы мы ни били, снаружи вовнутрь, изнутри наружу, происходит ротация. И ротируется не только кисть, обязательно происходит... Обязательно ротация... И ротируется не только кисть, происходит обязательная ротация в локтевом суставе. От этого никуда не уйти, это неизбежно совершенно. Вот нам и нужно подключить эти два действия. Основных два ратирующих действия это супинация, это когда мы поворачиваем кисть ладонью вверх, то есть она у нас поворачивает ладонью вниз, вот это естественно. Поворачиваем ладонью вверх, это супинация. И пронация, это когда мы поворачиваем ладонью вниз. Мнемонические правила, которые нам давали в мединституте. Суп несу и суп пролил. Суп несу, это супинация. Вот я несу суп, да? Вот я тарелку взял, я несу суп. Супинация. И пронация, пролил суп. Вот держал и пролил. Тарелку перевернул. Суп несу и суп пролил. Супинация и пронация. Просто запомнить. Термин, ребят, надо знать. Потому что без терминологии все придется всегда рассказывать на пальцах. И будет взаимное непонимание. Или очень долго надо беседовать, чтобы друг друга понять. Итак, как мы подключаем супинацию? Очень просто. У нас будет несколько видов упражнений. Я вам покажу самые простые, более сложные. В моих видеокурсах по работе на макеваре и в бонусах к этим курсам. Обязательно посмотрите. Ссылки внизу, вверху, где-то они будут появляться на видео. Либо же они будут под видео, если вы смотрите мои видеоролики, встроенные на моих сайтах. Ну или в аннотации посмотрите на ютубе. Они внизу написаны могут быть в заметке к видео. Итак, я вам уже показывал вид упражнения. Универсальный, шикарный вид упражнения, который у нас прорабатывает от плечевого сустава до лучезапясного. Все. Когда мы кисти поворачиваем пальцами вниз, делаем замок и выворачиваем вот так вот руки наружу. Говорю, не у всех это получится. Если гибкости в лучезапясном суставе нет, то, соответственно, дальше дело не пойдет. Но если получается, то можно все сделать. Уверяю вас, что какие у вас не были бы мощные и сильные мышцы, добиться того, что делать вы это сможете, можно. Это абсолютно точно. Я научил так делать всех, с кем этим занимался. Надо просто взять это в привычку. Сначала вот все, и руки не идут дальше, но потом можно научиться. Если у вас сразу не получается сделать так, вы можете поступить следующим образом. Просто кулаки соединяете между собой и выворачиваете руки наружу, потом точно так же внутрь. Может ладони. Наружу и внутрь. Старайтесь, чтобы тыльные поверхности кистей у вас были все время соединены. Соединены. Все. В общем-то, вот так это все начинается. Очень это просто. Дальше. Смотрите. Руку заводим за локоть, цепляем ее. Ставим руку на скулу. На скуловину. Ставим руку на скулу. Вот сюда. Под глаз. И от этого мы работаем. Локоть же притягиваем к середине. Как можно ближе. Получается, что локоть находится больше изнутри, а локоть максимально наружу. Из этого положения мы делаем для начала пронацию. Разгибаем и пронируем кулак. Важно, чтобы вы не вывернули локоть вот так вот наружу. Потому что вы думаете, что это локоть поворачивается. Нет. На самом деле вы поворачиваете головку плечевого сустава. Отводите локоть в сторону. Рука на самом деле в локте не работает. Вы работаете плечевым суставом. Поэтому надо исключить действие плечевого сустава. Для этого локоть надо постараться сохранить на месте. Не выводить. Постараться доработать. Доработать. Только кистью. Только кистью. Только в локте развернуть. Вот. Таким образом. Отсюда и вперед. Отсюда и вперед. Такое несколько клюющее действие. Вперед. Вперед. Другая рука также. Вывели сюда. Подтянули. Можно так захватить. И вперед. Вперед. Старайтесь не разворачивать до локоти. Как я уже сказал. Не дорабатывать это дело плечом. Работать исключительно локтем. Локоть опущен вниз. И теперь мы точно таким же образом делаем супинасу. Для этого кулак сначала наружу разворачиваем ладонью. Вот так вот. И разгибаем. Поворачивая кулак вверх пальцами. Вверх ладонью. Такое действие. И здесь то же самое. С другой стороны. Видите. На самом деле очень просто все. Никакого пошлого действия я не делаю. Чтобы потом не писали в комментариях. Что да да. Показал. Все это не так абсолютно. Вот. Мы ротирующие действия выполнили. Локти мы размяли. Соответственно дальше мы переходим к лучезапястному суставу. Но это уже тема следующего подкаста. Увидимся позже. С вами был я Михаил Шилов. Автор проекта MakiVara.ru Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова